Так, фон у нас сегодня трехцветный будет, непонятный странный флаг. Люблю я чужие распаковки смотреть, а свои зажала, как нехорошая редиска. Исправим. О, какой пакетичок. Прямо оттуда рандомно на ощупь будем доставать. Так, не очень рандомно получилось. Самая большая коробочка. Конечно, распаковок было много, но я их не снимала, угнетенная тем, что не то, что монетизация не светит, а его все заблокировать могут все дело. Но монетизация фиг с ней. Спецоперация, спецоперация, обед по расписанию, как говорится. И вообще, мы не ради денег я работаю, а ради того единственного человека, быть может, как хорошо упаковали-то. Ой, это из-за одной баночки, вот такую мне коробочку подарили. Ну, прислали, ничего. Я в нее пайетки уложу. У меня уже в одной уложены. Коробочка уходит в закромородины. А это, это краска акриловая декола, белая. Я уже знаю, потому что я с этого магазина, мистер пэн называется магазин. Я с него заказываю не в первый раз. Склад находится на территории нашей с вами федерации. Ну, и для тех, кто смотрит там из Казахстана. В общем, из России оно идет. И для тех, кто в России, вы очень выиграете в скорости, товарищи. Ух! Вот она. Люблю я красками акриловыми красить. Пользоваться. Особенно кожу тонировать, вот когда делаем брошки, там украшения из кожи. Эх! Вот они упаковали-то, молодцы, они. Аж 100 миллилитров. Вот такая вот классная. Вот. А без белой базы остальные краски, они редко когда используются. Так что белой всегда надо, блин, раза в три больше. И вот с этого мистер пэна приходит хорошая краска. Да, и достаточно быстро, прям можно сказать быстро. Невская палитра. Наша знаменитая декола. Вот такой вот я разжилась. Хотите заказывать, заказывайте в теплое время суток. Ой, суток, блин, года. Ну и суток. Вот, потому что не выносят они температуру ниже нуля. Они испортятся. Вот сейчас еще можно заказать. Смотря в каком регионе. Вот у нас в Сибири, ну, сентябрь крайний срок уже даже. До сентября надо запасаться. Вот такая. Так, ставим сюда. В нашу. Собачка наша. Находится на боевом посту. Дежурит. Вот у нее появился компаньон на какое-то время. В стороне. Вот. Следующий. Пил. Это была передача Спорт Лото. Там шарики доставали. Там не доставали, там они выкатывались. Ну, а я буду доставать. Неизвестно что. И это тоже краски. Это, вернее, это порошковый. Порошковый. Как сказать. В общем, это тонер. Для эпоксидной смолы. Но он вполне себе идет. Если его смешивать с акриловым лаком. И даже просто тонировать что-то им. Вот в акриловые краски. Но если декола, она очень укрывистая. Она прямо сурово укрывистая. Вот эта вот белая. Например. Ее уже хочешь как-нибудь настроить, там развести. Чтобы просто была дымка какая-нибудь. Просто дымка. Она все равно укрывает все подряд с собой. Но другие, менее укрывистые. Вот. В качестве добавки. Для оттенка. Для оттеночной. Это тоже самое, что и для ногтей используют. И даже я скажу и в косметике, по-моему, тоже это же самое. Это белый перламутровый. И это темно-зеленый. Тоже с перламутровым эффектом. Они присоединяются к своему белому большому собрату. Они тоже акриловые. Так. Два пакета поступают в мой пакет с пакетами. В каждом доме бывшего советского гражданина есть пакет с пакетами. Особенно если такие пакетики ценные, которые многоразовые. И следующее. Следующее что-то прямо тяжелое. Оно, я скажу, не просто тяжелое. Оно еще и желтое. А, ну это тоже. И это у меня сегодня прямо красочная какая-то распаковка. Ну правильно, потому что... Потому что я спешу запастись на долгие зимние вечера. Раз уж я решила, что я хочу возродить свое хобби. Я это решение... Ваа, какой цвет! Какой классный цвет! Это просто в него хочется нырнуть. Акрилоколор. Мадженто. Ну да, это мадженто. То есть пурпур. Мадженто. Еще у нас там есть. Тоже золотой. Тоже. Вернее, тоже красивый, но золотой. Это, конечно, голд. Вот, вот это вот Монтмарт. Эти мне шли с Гонконга. И шли они долго. Но я подозреваю, что наши китайские братья, чтобы под санкции не угодить, они просто все отправляют кругами через Гонконг. Очень красивый, очень цвет. Качество я, конечно, протестирую некоторое время. А потом, когда у меня не будет вот это покрытие, иначе любая капля испортит, когда буду заниматься. Вот, например, лежит. И дотянуться и не уронить ничего. Веточка сирени. Это сирень. Все в ней мне нравится. Кроме цвета. А цвет у нее, я скажу, его просто нет. Поэтому, чтобы он появился хоть какой-то, надо кое-где сделать небольшой налет вот этой сиреневой дымки. Его совсем немного нужно, чтобы сирень обрела идентичность. Так как я красок обрела уже достаточно много, то сирень скоро уже... Скоро уже... И ей немного осталось быть в таком неприглядном виде. И краски поступают... Поставлю поближе к глазам. Мне так нравится вот этот мадженто. Пусть он такой красивый и позитивный. Мадженто. Так, следующее. Пошуршим, нашарим что-то... Что-то такое. Ух! Блин, прямо оно не хочет вытаскиваться. Так. Это что-то твердое. Я скажу, оно... Так. Это точно мне. Ёлтыш вентале Леонидовна. Алибаба 309 рублей на 0 копеек. Так. Ну-ка. Что-то там прямо такое. По весу... Что-то прямо советское. Что ж там может быть-то? Инструмент какой-то. Судя по весу и по тому, какой она твердая. И я. А нет. И это тоже. Раз сегодня пошла такая пьянка, то значит, китайцы так упаковали в такой картон жесткий. Ого! Молодцы они. Да там даже какая-то металлическая проволока в нем. Ладно, потом это растремужим. И это... Гамма. Это не просто гамма. А это у нас разбавитель для акриловых красок. Которым я тоже постаралась запастись. Ну, прямо такой... Такая хорошая чекушечка. Запастись в плюсовое время года. 0 плюс. Чтобы у меня потом душа не страдала. Ну, водой разбавлять краски. И, конечно, они и водой разбавятся. И никак не будут возражать. И даже есть... В этом... В этом... Как сказать... В инструкции есть. Так, вот Алиэкспресс. Потом я буду отзывы там оставлять. Я всегда хорошие отзывы оставляю. Потому что, наверное, потому что... Что меня Алиха как-то не подводил. Мне до сей поры везло. Так, ну вот. И... И... Хоба! И в этом пакете. Это сборная. Всё, чёрный пакет опустел. Чёрный пакет опустел. Поэтому мы начинаем требушить вот этот... Так сказать, пакет в пакете. Но это тоже интересно. Это же... Да я даже скажу, что это ещё интереснее. Потому что... Ничто так не бодрит. Как получение китайских посылок. Та-дам! Это, конечно, краски. 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 Красочная жизнь. Вот это вот Marble Color. Это серебряный. И он на деле... Видно очень дорогой пигмент. И его в пузырьке. Я даже открывать не стану. Чтобы не зря... Зря тут не рассыпать. Ненароком. И всё не окрасить в серебряный цвет. Так. Вот в этом серебряном. Там мало. А вот в этом... Золотом. Он и навес прямо хорошенький такой. В нём прям под самую крышку. Такой у меня один уже есть. Вот золотой. И я его уже почти-почти... Ну, потому что любой край листа, даже листика какого-нибудь, там любой урез кожи, надо как-то украсить. И часто я его золочу, как предки завещали. Как там завещал не великий Ленин, а мой дедушка. Который был у нас кожевинник и даже сапожник. О! О! Это бусинки. Это не просто бусинки. А это матовые бусинки. Вот, все заказывают блестящие бусинки, а я люблю матовые. Потому что украшения из кожи, они сами по себе. Так как я планирую украшения из кожи, сейчас мы нырнём за треугольничком. Так. За треугольничком мы нырнём. Мы сделаем это максимально осторожно. Эх! Тут реквизит и система освещения, конечно, очень-очень экспромтом сделана. Вот это тоже салихи. Вот это вот так называемая третья рука для пайки. Она, я считаю, незаменима при освещении бюджетных, а вот моих, так сказать, пространств достаточно бюджетных. При том, в том случае, когда я хочу снять что-то недорого, но так, чтобы у людей руки просто не опускались. Вернее, руки не опускаются, а руки тянутся к кнопке. К красному крестику, в верхнем правом углу. Вот, чтобы руки туда не тянулись. Надо. Так. Ну что, давай. Телефон, конечно, цвет, но так себе выставлю. Вот, вот сейчас то, что я глазом вижу и то, что я в камеру вижу, оно совпадает. Это, не ошибаюсь, это Яшма Пикассо, по-моему. Да, вот такие вот бусинки. Они прямо, ну, они вот расписные. Да, и на ощупь они прохладные, холодные. Это хорошие бусинки, мне нравятся. Так. Что это? Сейчас посмотрим, что это было. Так. Что же это было? Архив. Так. Так. Вот деколу я вижу. Так-так-так-так-так-так. Пинцетик. Угу, угу. Перит. Тигровый глаз. Нет. Значит, она еще в активных. В активных. Сейчас доедем до активных. Так, вот краска. Вот она и вот она. А, вот она. Натуральные матовые бусины Пикассо. Вот они. Да, Яшма для испытаний точно. Потому что я еще некоторые тоже в матовом исполнении заказывала. Некоторые другие. Вот она так. Это Пикассо у нас. И она присоединяется к другим, к другому всему, что приехало сегодня от дядюшки Хи. Следующий пакет. Следующий пакет. Так. Оно, конечно, заранее тоже свой плюс есть, когда люди заранее распакуют, разложат. Так сказать, приготовят речь. Но мне нравится, когда прямо вместе со всеми зрителями мы распаковываем и видим все это одновременно. Вот так. Ха! И видим мы тросик ювелирный. Тросик ювелирный, который... У которого катушка сломалась. И еще кримпочки золотистые. Это, конечно, кримпы. Потому что я их использую... У меня их прямо куры не клюют. Потому что в любом вот этом цветочке так дотянуться до цветочка. Осторожно. Вот. В любом вот таком цветочке есть кримпа. Как минимум одна вон она поблескивает. А во многих из них даже две. Так. Поэтому кримпы. Поэтому кримпы. Тем более, что они недорогие. Что же тросик ты... Что же ему довелось перенести в дороге? Я даже боюсь предположить. К нему прилипла кримпа. Ничего себе. Кримпа прилипла. Аж влипла в пластик. Это что же на него поставили-то? Вот это да. Если бы что-то более хрупкое было... А в этой посылке есть и другие хрупкие вещи. Так что... Ну вот в этом и прелесть распаковки. Так, это 0,45. Я уже... Я уже осязанием могу отличить 0,30. А 0,36, 0,45. Вот это золотистый тросик. Я думаю, что вот этот тросик... Как бы у меня мысль. Ага, 0,38. 0,38 шах и мат. Так, что вот этот тросик можно использовать как-то вместо... Для окантовки брошек. Вместо канители, которую... Которая, конечно, красивая, но которая такая непрочная. Это же пружинка из мягкого металла. Чуть замялый все у ней. Вид никакущий. Вот. Вместо канители можно вот этот вот... Как-нибудь использовать. И он... Он прочный. Он заставит держать форму изделия. И пока он не дешевый у наших братьев из Поднебесной. Наших желтых братьев. Без которых бы мы... Вообще много потеряли. Так. Вова. Дай Бог здоровья. Как говорится. И много-много китайской лапши. И еще одна посылочка. Я теперь после вот этой вот трещины в катушке... Я теперь даже боюсь. Ну что ж. Ну что ж. Надо преодолевать страх. Как говорится. А тут то, чему не страшно замятие, а это бусины. Из черного полосатого агата. Это черный полосатый агат. Вот сейчас мы покрупнее. Максимально покрупнее. Он черный и полосатый. В точности. Как... Вон полосочки. Да. Все в наличии. И чернота, и полосатость, и агат. И диаметр. Так. И диаметр. Диаметр в наличии. Сейчас мы... Где у нас? Штангенциркуль. Тоже с Алиэкспресс. Тоже я кинула всех с распаковкой. Ну... Что ж. Можно даже лучше поздно, чем никогда. Вот. Так. Это 10. 10 их диаметр. Все правильно. Черный полосатый агат. 10 миллиметров. Мы рады этому агату. Да здравствует. Черная полосатость. И агатовость. Потому что я люблю делать в черном исполнении украшения. Ну, либо в черно-белом. И вот это как раз вот из тех. Втуда. Это слово. Это рифма для тех стихов. Черно-белый, черный. И там еще далеко до дна. А, я скажу, прямо далеко. Так. Ну, по виду. Это снова краска. Краска. Конечно, краска. Хоть бы она не раздавилась. Ой. То, что могло раздавить катушку. И что, вогнать кримпу в пластик. Почти наполовину. То могло легко превратить в труху все мои краски. Потому что она слишком легкая. А может, это не краска? Или она вылилась? Это не краска. Это. 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 Так. Это. Шнур. Это шнур. Китайский шнур. Это очень любимый всеми китайцами красный шнур. Ну, и нами теперь тоже. И его здесь прямо много. Такая полновесная катушечка. Это я в то время, когда на Алиэкспресс курс рубля вдруг потяжелел. Рубль стал прямо такой мощный. И все, соответственно, все подешевело. И я тогда очень много набрала. Это можно сказать одна распаковка. Это, может, одна, только десятая часть всего. Так. А эта посылка вообще легкая. Она практически ничего не весит. Может, там бисерные иглы? Я даже не знаю по весу. Так, не уколотка. А нет. Это тоже полосатый агатик. Вот это агат. И это агат. Они вместе. Это близнецы, братья. Просто один здоровый, другой мелкий. Это агатик. И это агатик. Надо все пакетики прошаривать. Вот они даже в одинаковых пакетах пришли. Все пакетики прошаривать. Потому что там может приклеиться что-нибудь маленькое. Какой-нибудь... Либо заказик мелкий, либо подарок. Иногда даже подарки кладут до сих пор. Раньше, конечно, Алиэкспресс был такой щедрый. У меня очень много скопилось подарков, которые они прикладывали к заказам. Такие хорошие подарки. Вот этот шнур. Это я скажу... Внимание, внимание. Вот это шнур. Силиконовый. Так. Он опутан шелковой ниткой как бы по описанию. Но у меня есть силиконовый шнур шелковой оплески. Он совсем другого качества. А это какой-то даже не шелком, а какой-то проволокой. Проволокой об вид. Вот этот магазин от меня дождется какой-нибудь одной полудохлой звезды. Потому что вот смотрите. Во-первых, в описании вот они. Вот они. В описании было что три вот таких шнура. Ну, пусть они 29 рублей стоили, но тогда была распродажа. Так. Вот я сейчас смотрю на шнур, а говорю про вот. Вот это вот. В описании было указано три шнура. а потом уже где-то в уголке в нижнем, что один шутер. Очень мелким шрифтом. Можно сказать, это кидалы. Кидалы просто. Но так как это было за мизерную цену. Но мне цвет не нравится. Черный это черный. Это классика. Черный. Мне не нравится вот этот цвет. Называется бежевый. Какой-то кишечного цвета. Извините. А здесь оплетка. Ну, никак не шелковая, а как это синтетическая проволока окручена. Оно, конечно, все пойдет, все найдет свое место. Но с этим магазином я не рекомендую. Все. Это с глаз долой. Это не занимает почетное место среди хороших товаров. Я его закину в тот долгий ящик, в котором еще и мне написали спасибо. Да на здоровье. Ну, ладно. В следующей посылке переходим подумаешь, там на распродаже кинули. На базаре два дурака. Один покупает, другой продает. Так, осторожно. Там по звуку так бисер. По звуку там бисер. по звуку бисер. А бисер он такой. Это тоже из этого биоди, судя по танксу. Ну-ка. Ой, нет, это кримпочка. Кримпы нам всегда нужны. Кримпы нам всегда, всегда нужны. Но их тут положили. Это называется кримпы. Отслюнили, оторвали от себя. Я уже знаю магазин, где кримп отсыпают. отсыпают очень щедро. Я такой магазин знаю. Вот за одну и ту же цену. Сейчас я найду даже эти кримпы. Сейчас на паузу поставим. Так, нашла. Вот кримпы Happy Boots No Min Order. То есть вот столько кримп и вот столько кримп это за одну и ту же цену. Их качество я пробовала. Они не лопаются, они не облазят. Хотя кримпы это технический элемент. И даже если бы они облазили, я бы ничего не сказала, потому что если нужно их где-то в изделии, они идут под укрывные бусины, либо их технически не видно, они в таких местах, где их не видно. Это крепежный элемент. Вот. То есть тут по весу раза в четыре больше, чем здесь, а цена одна и та же. Вот Happy Boots No Min Order. И это без распродажи. Замечательный магазин, пусть это не из этой распаковки, но я его рекомендую. Ну, а это всяких кримпочек я набрала. Ну, ладно, понемножку, понемножку. Птичка по зернышку клюет. Пусть будет кримпы. Это тоже из старых распаковок. Тоже там отсыпали, вот, как от себя оторвали. И написали, что это тысяча штук. Я, конечно, считать не стала, но, блин, их там штук 500, наверное, так положим. Кримпусечки. И перейдем к дальнейшему. А все уже тут еще есть, наверное. Так, там еще есть пакетик или два, или пакетик. Так, что-то там тоже бусинообразное. Конечно, это бусинообразное, потому что это бусины и есть. Вот эти все полосатые агатики. Я их взяла всех разных размеров. Мне нравятся. Вот этот черный полосатый агат, он такой, как сказать, многоплановый. Да, к нему если не присматриваться, это просто черные бусинки. Они сами в глаз не бросаются, нет. А зато если присмотреться, там много можно найти таких всяких мелочей, вот, в которые просто как планета Юпитерка это полосы, пятна там всякие разные. В общем, целая география в каждой бусине. пакетик и еще один пакетик и он уже все, он был там завершающий и в этом пакетике. сейчас конечно же откроем и конечно же это стразовые цепочки. О, вот это я люблю. Вот это я очень сильно люблю. Стразовые цепочки. Такой магазинчик я нашла. ну, не сама. Конечно, это Funny DIY есть такой канал. Вот, там такая женщина, она живет в Израиле и она дизайнер. И вот она нашла этот магазинчик со стразовыми цепочками. Наверное, кто-то из блогеров, конечно же, может быть, Ирина Шайдова, может быть Яблонская Наталья, по-моему. Они, скорее всего, в этом магазине тоже побывали. И вот стразовые цепочки. Они прямо красивые. Я беру самые тонкие для для того, чтобы делать подвесные, как сказать, просто подвесные элементы. Это будет просто струящийся подвесной элемент как раз из стразовой цепочки. и они такие красивые. И недорогие, что особенно радует. Так, еще один. Сразу распакуем все. Вот они запаковали, так что они просто заварили. и Наталья Леонидовна хочет их достать, конечно же. И вот в мою коллекцию стразовых цепочек вот это с бирюзовыми. Это как будто она, конечно, искусственная, но вот сфокусировался. Это прямо как будто бирюза. Очень маленькая, самый маленький размер цепочек 2 миллиметра. СС-6 наверное, да, СС-6. Бирюза в серебряной основе. Как хорошо научились делать стразовые цепочки или может всегда умели. Прекрасно все это так ровно да и все хвалили. и в отзывах я, не только у фанни диайвай увидев, сразу же пошла и купила не глядя. Я прочитала все отзывы. Но их там как не все, хотя бы верхние штук 30-40. Прекрасно. просто вот эта бирюза мне очень нравится. Ну и тоже это это у нас темный аметист в черной основе. а это серый, это серый торговое название по-моему серый серый бриллиант, серый алмаз, черный алмаз. сможет телефон интересно взять фокус. Вот он смог, он постарался. Вот это да. Я на это прямо могу любоваться. Человек может любоваться на воду, огонь, на котиков, на то, как другие работают, опционально на котиков, а я еще на стразовые цепочки. Ой, телефон наслеп. Все. Все сказала. Никаких фокусов сказал телефон. А вот это я взяла. это для стебля. Вот когда делаешь брошку, цветок, одуванчик или василек. Особенно одуванчик у василька может и потемнее сойдет. А вот у одуванчика фокус. Ну, было же, нормально же общались. Во. У одуванчика стебель. Стебель вот именно такого цвета, светло-светло-желто-зеленого. Передод, по-моему, передод цвет называется. Камера чуть-чуть темнее показывает, на самом деле, оно светло-зеленое с желтой искоркой. Очень красивое как раз вот для стебельков. пожалуй, вот это я еще возьму яртик. Ой. О-о-о. Ну, вот. Этим мы завершили. На этой жизнеутверждающей ноте я прощаюсь и всем творческих всем приятных моментов творчества. Вот. То, что я хочу пожелать. Ну, и здоровья, чтобы хватило на это творчество. Пока.